Здравствуйте, я Алексей Дмитриев, житель Химок. С тех пор, как у нас избрался новый состав Совета Депутатов Химок, я активно участвовал в команде, которая эти выборы осуществляла от партии Яблоко. Я стараюсь более-менее регулярно посещать заседания Совета Депутатов, следить за тем, что там происходит, как голосуют депутаты, какие решения они принимают, как их мотивируют. И сегодня, 17 ноября, конечно, в очередной раз, что называется, столкновение старого с новым и химки город-контрастов. Обсуждался бюджет четвертым вопросом наряду с безопасностью, наряду с открытостью власти, с информационной доступностью. Председатель комиссии с нарушением обычных сроков, воспользовавшись тем, что он председатель и может скрывать вопросы буквально накануне, поставил архиважный вопрос. Вопрос того, что помощники депутатов... Соберитесь, может вас глубоко шокировать. Иногда сидят с депутатами за одним столом. Вы представляете, садятся рядом с депутатами. Еще что-то, какие-то документы депутатам дают, что-то подсказывают. По мнению депутатов, которые хвалятся тем, что они уже много сроков отмотали в химкинском совете депутатов, по мнению вот этих самых депутатов старой информации, это совершенно неприемлемая ситуация. Чтобы одни граждане, чтобы жители химок садились за один стол с теми, кто этих жителей представляет. Они говорили очень интересные вещи, что депутат должен всегда сам готовиться, должен быть компетентен. И обвинили тех депутатов, которые приходят с помощниками на заседание, в том, что они неграмотны. Ну, я, в отличие от депутатов наших, так сказать, старой информации, господин председателя Николаевича Бессонова, я, конечно, не претендую на кошки, разбираюсь во всем и знаю все. Я скажу по части экологии, того, чем я занимаюсь. Депутат из старой информации, что называется, уважаемый, почитаемый, никогда не пользующийся на моей памяти помощниками, господин Раев, который пять лет был председателем депутатской комиссии по экологии, на прошлом бюджете нам вещал, что вообще не существует такого понятия, как городской лес. Александр Павлович Глинов, председатель действующей Совета депутатов, в прошлом глава городского округа Химки, опять же, на прошлогоднем бюджете, совершенно серьезно, не понимая, какую здесь дурь городят, вещал, что акарицидная обработка лечит деревья от механических ран и других, так сказать, антропогенных воздействий. Акарицидная обработка – это опрыскивание от клещей. Понимаете, существует два вида вообще компетентности. Это, конечно, очень я сейчас обобщаю, но в теории управления выделяют сотрудников, людей, персонал. Осознанно некомпетентный и неосознанно некомпетентный. Так вот, осознанно компетентные люди понимают, что они в чем-то не разбираются, и поэтому это хорошие работники, они хорошо выполняют свою работу, потому что как только в чем-то человек чувствует пробел в знаниях, он обращается к специалистам. Вот я, например, юрист, юрист-эколог, поэтому каждый раз ко мне требуется по биологии какая-то консультация, я обращаюсь к своим коллегам, я не пытаюсь городить что-то сам. В общем, так же и наши депутаты каждый раз, когда какой-то специализированный вопрос, они обращаются к соответствующему помощнику, и за счет этого идет работа. И даже тот же самый председатель сегодня заявил, что вот, дескать, одно только яблоко задает вопрос, и что же у нас единая Россия молчит. А причина очень простая, та же самая, по которой у них нет помощников. Я помню, когда в прошлом году первые помощники депутатов у нас появились, я подошел к этим самым депутатам и спросил, а что раньше помощники были, мне ответили, нет. 12-й год положения помощников, но помощники появились в Крюковском созыве. А все почему? Потому что, как говорил бывший руководитель администрации Химок и глава Химок, Слепцов Владимир Рыкальевич Дорогой, мы или работаем, или не работаем. Если человек работает и нацелен на результат, то он пользуется всеми доступными средствами. А если ему работа не нужна, а просто посидеть китайским болванчиком, тогда соответственные подходы, тогда у него архиважный вопрос, это чтобы ни один, так сказать, классовый чужий элемент не осквернил свякость депутатского стола.